Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы хотим вас познакомить с книгами-юбилярами 2023 года. У каждой книги есть свой день рождения, день, когда она впервые была опубликована. В этом году юбилей отмечают многие всеми известные нами любимые книги. Давайте их вспомним. Восемьдесят пять лет назад, в 1938 году, была написана повесть «Ва косили, черемыш, брат героя». Главный герой повести Гешка Черемыш – круглосилота. Он всегда мечтал о ставшем брате или сестре. Осенью мальчик вместе с другими детдомовскими ребятами пошел в новую школу. Чтобы подружиться с одноклассниками, он решается на обман и выдает себя за брата знаменитого летчика Клементия Черемыша. Ребята завидуют Гешке и уважают его. Учителя гордятся, что у них учится брат героя. Одним ранним утром в школу облетела новость – в город приезжает Клементий Черемыш. Теперь Гешка ожидает большие перемены в жизни. Мальчику нужно рассказать всю правду, а сделать это очень непросто. Но мудрые взрослые всегда рядом. Они помогут и дадут верный совет. А чем закончилась повесть, вы узнаете, прочитав книгу «Льва косили». 85 лет назад, в 1938 году, была написана еще одна известная книга – «Старик Хаттабыч» Лазаря Лагина. До сих пор она остается самым любимым произведением у взрослых и детей. Однажды летом шестиклассник Володя Костыльков со дна реки достал старинный запечатанный кувшин и освободил древнего джина, которого звали Гасан Абдулахман Ибн Хаттаб. Его имя для Вольки было слишком длинное, и он звал его просто – Хаттабыч. Благодарную за спасение Джин готов исполнить три Волькиных желания и подарит все, что мальчик захочет. Вольке не нужны ни замки, ни дворцы, ни драгоценности, а только дружба. Он помогает Хаттабычу всем, чем только может. Учит его читать, писать и даже устраивает на работу в цирк. Джин, в свою очередь, учит Вольку уважать старость, уметь отвечать за свои поступки и ценить друг друга. Жарким летом 1956 года миллионы советских мальчишек и девчонок штурмом драли кинотеатры. На киностудии «Ленфильм» вышел цветной фильм, снятый по повести Лазаря Лагина. Экранизацией своей сказки писатель остался крайне недоволен. Он не мог понять, как можно перенести свои мысли на экран. «Я пишу для читателей, а не для зрителей», – говорил писатель. Но зрители оценили фильм совсем иначе. После выхода фильма в прокат его ждал ошеломляющий успех. 75 лет назад, в 1948 году, была издана повесть Анатолия Рыбакова «Кортик». Она стала началом знаменитой трилогии. Ее продолжением стали повести «Бронзовая птица» и «Высла». 1921 год. Заканчивается гражданская война и начинается мирное время. Школьник Миша Поляков на лето уезжает из Москвы в гости к бабушке и дедушке в маленький городок под названием Браевск. По случайности, в руках у мальчика и его друга Генки Петрова оказался «Кортик» морского офицера, в котором они находят зашифрованное послание. Скоро ребята выясняют, что «Кортик» – часть большой тайны, но ее невозможно разгадать, если не найти ножны. Теперь вся жизнь Миши и его друга превращается в увлекательное, но очень опасное приключение. В 1973 году на киностудии «Берарусь. Фильм» режиссером Николаем Калининым был снят советский художественный телевизионный цветной фильм по мотивам одноименной повести Анатолия Рыбакова «Кортик». 35 лет назад, в 1988 году, вышла в свет повесть Владислава Кропивина «Тень каравеллы». В детстве порой достаточно бумажного кораблика, в старой карте на стене света тусклой лампы, чтобы придумалась сама собой захватывающая игра и начинались опасные приключения. В своих фантазиях главные герои повести – мальчишки Врадька и Павлик – плавали на пиратских бригах, боролись с невиденными морскими чудищами и искали клады затонувших кораблей. В эти моменты отступали все незгоды с уловой, послевоенной жизни. Между мальчиками оставалась только крепкая дружба, ощущение радости и счастья. В 2023 году отмечает свой первый маленький юбилей книга Дарьи Ванденбург «Никита ищет море», вышедшая в 2018 году. Эту добрую повесть можно советовать читать и детям, и взрослым. Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню к бабушке на все лето. Он еще никогда не оставался один так надолго. Ему ведь всего 7 лет. Жить в одном доме с бабушкой очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита уже совсем взрослый. Но с другой стороны, с ней так здорово разговаривать, мечтать и смотреть на звезды с крыши. А еще бабушка открывает внуку большую тайну. Оказывается, она знает, как добраться до моря. Дарья Ванденбург в своем произведении создает простые ситуации, в которых раскрываются истинные ценности. Никита учится доброте, взаиме выручке, познает любовь к природе, живым существам. В 2022 году в Вархангельском молодежном театре состоялась премьера спектакля по одноименной повести. В этом обзоре мы представили лишь малую часть книг и юбилеаров. Предлагаю вам прочесть и другие книги, которые отмечают юбилей в 2023 году. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok